Событий на истекшей неделе было так много, и все они были настолько важными, что очень трудно выбрать, какое из них важнее другого, распределить их по ранжиру, но все-таки я начну с того, что более-менее касается федерального центра. И начну я с того, как Хабиров не поехал к Путину в Кремль. В середине недели общественность республики была взбудоражена внезапным отъездом дорогого руководителя в столицу нашей родины, город Москву. Поползли слухи о том, что Хабирова вызвали к Путину, и, значит, его начнут там сейчас прорабатывать и всякое такое прочее. Но, в общем-то, не случилось. Из достоверных источников стало известно, что Хабирова вызывали, конечно же, не к Путину. Но попал он на прием к Кириенко, и, видимо, инициатива была, конечно, исходила от администрации президента, а вовсе не Хабиров попросился на прием. И, несмотря на то, что Хабиров все это закамуфлировал идеей о каком-то праздновании юбилея города Уфы, что само по себе было достаточно смешно, понятно, что вызывали Хабирова вовсе не конфеты раздавать и не чай попить. Очевидно, что федералы очень озабочены ситуацией в Башкирии, и, в первую очередь, они озабочены неуправляемостью ситуации, которая у нас здесь сложилась. Это уже, наверное, как-то не подлежит никакому сомнению. Вот этот внезапный вызов в Москву Хабирова точно был связан с горой Куштау, и не надо нам рассказывать байки про юбилей города Уфы. Конечно же, федералам сейчас совсем не нужна вот эта вот напряженность, которая сложилась вокруг сырьевой проблемы комбината СОДА. Второй там ШИЭС или третий Хабаровск им точно не нужны. В общем, конечно, Хабиров поехал получать за ту ситуацию, которая сложилась в республике. Не знаю, с кем он встречался, с войной или с Кириенко, вероятнее всего, конечно, с Сергеем Владиленовичем, потому что он именно курирует эту общественную и внутриполитическую ситуацию в стране. Но, в общем, Хабирову пришлось там, очевидно, не сладко. Но эти же догадки подтверждают то, что случилось после того, как Хабиров вернулся в Уфу из Москвы. Мы можем только предполагать, о чем говорили Сергей Владиленович с Радием Фаритовичем. Очевидно, разговор был нелицеприятным. И, конечно же, в Кремле знают о всех подвигах потомков Салавата и о провале команды Хабирова на склонах горы Куштау. Видимо, Кремль осознал, что Хабирову нужна срочная помощь в решении этой проблемы, и сам он не справляется. Естественно, были даны некие методические рекомендации. Частью из этих рекомендаций можно считать срочный визит Алексея Венедиктора, главного редактора «Эхо Москвы», федеральной редакции в Уфу. Этот визит запланирован на ближайший вторник. Алексей Алексеевич уже сообщил нам о том, что он приедет строго разговаривать с Радием Хабировым и руководством содового комбината. Вообще, это было, конечно, очень смешно. То, что главный редактор радиостанции урегулирует конфликты между крупной сырьевой компанией, общественностью республики и беспомощной администрацией региона. Теперь, собственно, поговорим о том, что происходило на горе Куштау в прошедшую неделю. А там ничего не происходило. В начале недели были отведены войска содовой компании. Я говорю о подразделении ЧОПа и там каких-то еще сочувствующих тетушках, которые противостояли защитникам горы. И на горе установилось относительное спокойствие. Никаких событий на истекшей неделе на склонах горы не происходило. Защитники горы обустраивали лагерь. Лагерь приобрел уже форму такого весьма основательного поселения. Людей там прибавилось. Очень много людей, которые не могут физически присутствовать на горе, помогают протестующим материально. Туда завезли поддоны для того, чтобы не месить грязь ногами. Там установили окончательно палатки. Также завезли всевозможную инфраструктуру в виде электрочайников или не электрочайников, но в общем специальных подогревающих устройств, чтобы можно было пить горячий чай. Появилось очень много продуктов и всевозможных предметов, необходимых для проживания в лесу. В общем, люди из числа тех, кто сочувствует ситуации, активно помогают тем, кто живет в лагере. Следят за тем, чтобы у них все было. Связь с лагерем установилась постоянная. Появилось несколько чатов в телеграме и в ватсапе участников этого лагеря и людей, которые так или иначе с ними контактируют. В общем, сквозная такая информационная повестка организовалась. Но, в отличие от самой горы, вокруг горы на территории республики и в Уфе происходили многочисленные события, связанные с борьбой за гору Куштау. Во-первых, начались скандалы. После знаменитых ночных событий, когда в лагерь приехали какие-то бандиты, не бандиты, тетушки, спортсмены, непонятно кто, с повязками, белыми ленточками на рукавах, с закрытыми лицами и попытались демонтировать лагерь, вся эта скандальная история имела довольно обширный резонанс и в СМИ, и в обществе. И, в частности, выяснилось, что, предположительно, во всех этих событиях участвовала девушка-чиновник Министерства молодежной политики и спорта Юлия Набиулина. Ее как бы опознали среди участников этих событий. Юлия Набиулина трудится ведущим специалистом Министерства молодежной политики и спорта, несмотря на юный возраст. Девушка увлекается всевозможной военной и милитаристской тематикой, любит фотографироваться со всевозможным американским оружием в руках, состоит в юной армии и, предположительно, состоит в Лиге молодежной политики. Вот эта вот никому неизвестная организация, она всплыла на поверхность, в таком плохом смысле слова всплыла, и вызвала интерес общественности. Что это за лига и что это за организация, стало понятно, потому что появились предположения о том, что именно ее участники являются активными участниками вот этого вот процесса наезда на протестантов на горе Куштау. Естественно, администрация этой лиги все это отрицает, но пикантная подробность, что организатором Лиги молодежной политики в Республике Башкортостан является племянник Урала Кельсинбаева, некий Азад Кельсинбаев, и вот эта семейственность в политике Республики Башкортостан становится все более и более очевидной. Также стало известно, что одним из организаторов вот этой ночной акции на горе был начальник службы безопасности комбината СОДА, а по совместительству еще и тренер по каратэ Шатакан. Стали известны подробности того, каким образом набирались вот эти странные тетушки для борьбы с протестующими на горе. Они не подтверждены окончательно, но прозвучали цифры гонораров за выезд туда на гору ночью вот этой молодежи. Причем довольно любопытно, что деньги, которые выделил пока непонятно кто, на эти мероприятия очень странным образом таяли, по мере того, как они достигали своих адресатов. Изначально на каждого человека выделяли по 5000 рублей, но однако до мальчиков и девочек, которые приехали на гору, дошли от 1000 до 3000 рублей, остальные деньги растворились в карманах так называемых организаторов этого всего безобразия. Еще одна история, связанная с горой, но никак не связанная с протестом, был скандал с главным редактором, вернее, выпускающим редактором, или как он там называется, редактором информационного агентства Башинформ, Артемом Валеевым-Крестопольским. Так вот, господин Валеев или господин Крестопольский, я уже не знаю, как теперь Артемушку именовать на самом деле, но в девичестве он точно был Крестопольским. На него, значит, наехал Дастер, как он выразился в соцсетях. Артем разворачивался на трассе Уфа-Оренбург, и в этот момент в него врезался автомобиль Рено Дастер. Причем мгновенно вся эта история, незначительная, прямо скажем, авария, превратилась в какой-то триллер и детектив. Тут же Артем, видимо, еще не вылезая из-за руля или не вылезая из заднего сидения, где уж там ездит, он настрочил в социальных сетях постики о том, что на него покушаются за то, что он несет правдивую информацию через Башинформ, что вызвало абсолютно нездоровый хохот жителей социальных сетей. В общем, конечно, это была очень глупая задумка, преподнести аварию как попытку покушения. Кроме всего прочего, сомнения у пользователей соцсети вызвало и вообще достоверность всего этого события. Если ДТП и было, и если оно было случайным, то, в общем, конечно, было довольно смешно превращать его в какую-то политическую акцию, превращать Артемушку в сакральную жертву борьбы. Он тут же начал строчить, что это злобные олигархи направили на него Дастер. Я уверяю, Артем Валерьевич, если какой-нибудь из олигархов даже средней руки вдруг решил бы вас сократить в числе популяций жителей этой земли, то, наверное, на вас бы наехал вовсе не утлый Дастер, а хорошо груженный песком КАМАЗ. Очевидная паника в рядах медийных администраторов Белого дома, конечно, иллюстрировалась на этой неделе ежедневно и многократно. Но к этой панике я могу отнести публикацию, например, Башинформа о том, что Ростислав Мурзагулов встретил на улице некого уфимца Анатолия. Это сразу же превратилось в мем уфимец Анатолия, теперь, наверное, самый популярный уфимец. Так вот, шел себе по улице уфимец Анатолий, встретил Ростислава Мурзагулова и внезапно поведал ему, как этот уфимец Анатолий финансирует протест на горе Куштау. Попросив себя анонимизировать на страницах Башинформа, уфимец Анатолий рассказал, как он совершенно бессмысленно и абсолютно злобно финансирует протест, щедрой рукой выдавая деньги на все, что там есть. В общем, это было очень-очень смешно, и теперь уфимец Анатолий надолго, конечно, останется таким лидер-мемом в социальных сетях и вообще в медийном пространстве республики. А если говорить серьезно, то, конечно, подобные приемы – это уже совсем какой-то зашквар. Это абсолютно недостойно региональной, по крайней мере, официальной государственной прессы. И лично у меня появляются, кстати говоря, вопросы. Ну, простите, ну как можно за наш счет, за бюджетный счет вот такую лажу выпускать? И вот уже совсем из последних сил какие-то городить вот эти вот турусы и какие-то жалкие выдумки про уфимцев Анатолиев, которые каются на улицах Уфы во всех грехах. Мы так до чего дойдем, что какой-нибудь следующий уфимец Анатолий или все тот же, наверное, признается и в убийстве Кеннеди, и в том, что он утопил подводную лодку Курск и прочее, прочее, ну, в зависимости от того, что потребуется Ростиславу Мурзагулову. А еще медийных лидеров республики все-таки так и не отпустила история с ваххабитами. Опять начали нам рассказывать страшилки о том, что десятки ваххабитов теперь уже магнитогорских. Раньше они были американскими, теперь стали магнитогорскими. Выехали снова на гору Куштау, об этом опять стали сообщать государственные информационные ресурсы. Ну, вот этот бред не прекращается, причем активно во всей этой истории используются телеграм-каналы. И я теперь расскажу, пожалуй, подробно, почему. В своем первом бессмертном литературном произведении «Бабай всея Руси» Ростислав Мурзагулов подробно описывает технологию, которой он пользовался для того, чтобы осваивать медийные бюджеты региона. В частности, он сообщает, что нужно насоздавать много-много фейковых информационных источников, начать из них вбрасывать информацию в пространство, потом подхватывать эту информацию через государственные средства массовой информации, переваривать, превращать в представление пользователей и населения в правду, и вот таким образом действовать, осваивая бюджеты, которые выделяются на борьбу с инакомыслием. В нынешней реальности Ростислав развил эту технологию и теперь уже использует телеграм. В частности, он насоздавал много-много разных телеграм-каналов, которые зачастую даже противоречат друг другу по смыслу и по содержанию. Это и полураспад радио, это и футляр для Курая, и всевозможные подобные АПП, которые он активно использует. И работа закипела. Руководство республики все это видит в ужасе, понимает, что, значит, что-то страшное творится в медийном пространстве, и все больше и больше финансов подбрасывает в топку всей этой истории. Кроме всего прочего, совершенно очевидно становится, что господин Мурзагулов работает не только на Белый дом республики Башкортостан. Очевидно, что Ростислав извлекает пользу, прибыль и финансовые средства из всех сторон конфликта или противостояния. В данном случае я говорю о том, что вызывает очень много вопросов взаимодействие господина Мурзагулова с Данимиром Мугиновым. Тем самым олигархом, который проживает сейчас в Италии, к которому как будто бы возникло много вопросов, и который преподносится общественности республики как некий интересант в вопросе Куштау. Ну, во-первых, поступила информация, которая еще не до конца подтверждена, она очень похожа на правду, о том, что господин Мурзагулов активно пользуется активами господина Мугинова, в частности его недвижимостью в Уфе, проживает в одном из апартаментов, которые принадлежат господину Мугинову, проживает не постоянно, а периодически, но тем не менее. В общем, много-много вот этих вопросов. Кроме всего прочего, вот последнее, из последнего, то, что случилось в пятницу, это слух или не слух, или подготовка к тому, что Дмитрий Егинсон, ближайший соратник Ростислава Мурзагулова, займет ведущую позицию в структуре БСК именно в части пиара и попыток утихомирить бунтующих на горе. Соответственно, тут уже Мурзагулов попадает в зону использования бюджета башкирской содовой компании. В общем, уже, пожалуй, не остается крупного медийного бюджета в республике, в котором бы не поучаствовал господин Мурзагулов. На самом деле, старая технология, которую Мурзагулов еще применял при Рахимове, несет для него достаточно большую угрозу, и он уже чуть было не погорел вот на этом телеграм-канале полураспад радио, который срочно как бы продали, пришлось там имитировать вот эти все продажи, выкупы и его исчезновения. Ну, главное, что подводит Мурзагулову, это люди. Понятно, что сам он лично не может физически участвовать во всех этих телеграм-канальчиках, приходится нанимать администраторов, а вот администраторы, как раз и болтают. Ну, в частности, это касается того, что стало известно о том, что несколько каналов, зачастую противоречащих друг другу, принадлежат в конечном итоге Мурзагулову, за голову и ведет их один и тот же администратор, у которого действительно оказался слишком длинный язык. Как я уже и говорил, практически всю неделю ничего не происходило на горе Куштау, но сегодня, в субботу, там должны произойти некие важные события. Вчера в пятницу стало известно о том, что профсоюзы СОДы готовят акцию на горе Куштау, и даже проскочила информация о том, что туда приедет Хабиров, но администрация Хабирова поспешно опровергла эту информацию. Но, тем не менее, уже утром в субботу стали собирать в автобусы сотрудников СОДы. Вчера были объявления о том, что нужно явиться в спецовках, и люди получат тройную оплату за день за вот эту акцию на горе. При этом вопросов к этой акции очень много. Во-первых, можно ли сталкивать людей с совершенно разными интересами в одном месте. Во-вторых, у нас что, пандемия COVID-19 закончилась, и разрешили массовые мероприятия, разрешили людей собирать в одном месте по 3 тысячи и больше человек. Ну, в общем, конечно, это какой-то дикий ужас, но во всем этом сквозит. Во-первых, тот волшебный пендель, который был задан в Москве в кабинете Сергея Владиленовича, а во-вторых, вот это новое веяние в решении проблемы Куштау. По возвращении из Москвы риторика резко изменилась, и теперь на горе сидят не ваххабиты, а юноши, бледные, со взором горящим. Их теперь будут представлять как наивных и обманутых, видимо, а вовсе никак не злодеев, повернутых на религиозной тематике и фанатизме. Ну, в общем, то, что в субботу профсоюзы СОДы собирают там ответный митинг, видимо, должно служить иллюстрацией для приезжающего Алексея Венедиктова, как то, что, вот смотрите, у нас весь народ за то, чтобы разрабатывать гору, а на горе сидит там кучка каких-то смутьянов. Ну, я пока могу предположить именно такую форму. Соберут ли садовики там действительно 3000 человек, я, пожалуй, в этом не сомневаюсь. Учитывая то, что они очень жестко сейчас говорят о грядущих увольнениях, и о том, что скоро, значит, люди останутся без работы в Стеритамаке, я думаю, что рабочий люд этого комбината покорно соберется, оденет спецовки и отправится на гору. Другое дело, что вряд ли получится что-то такое красивое. Тут уже придется потрудиться БСТ и прочим, значит, ресурсам господина Мурзагулова, чтобы преподать, преподнести это как массовый протест против протеста. Ну, будем посмотреть. Но никто не отменял того, что, в общем-то, это мероприятие напрямую кардинально нарушает и противоречит указам самого Хабирова о запрете на массовые мероприятия, на то, чтобы собирать людей в одном месте принудительно или добровольно. В общем, конечно, с точки зрения пандемии мы, наверное, будем ожидать какой-то вспышки после этого в Стеритамаке и непосредственно на самом содовом производстве. Не знаю пока, как это скажется на производительности труда на предприятии, но очевидно, что и политические, и технологические власти СОДЭ, и политическая власть в республике Башкортостан бездумно кидает людей вот в это вот пекло пандемии, собирая их тысячами в одном месте и, безусловно, заражая между собой. Прежде чем перейти к темам, которые не связаны с горой Куштау, я должен сообщить новость, связанную со мной лично. Я, наконец-то, чудовищно соврал в своем выпуске «Открытой политики». Каюсь в этом, признаюсь, попытаюсь исправить. Я говорю о том, что в прошлой передаче я дважды упомянул о том, как Ради Хабиров не поздравил Динара Гельмуддинова с днем рождения. На самом деле Ради Хабиров поздравил Динара Гельмуддинова с днем рождения. Конечно же, он не мог этого не сделать. Это я прослушал в этом выпуске вот этот фрагмент, потому что поздравления прозвучали не вместе со всеми, а чуть позже. Тут, конечно, не знаю, как загладить свою вину перед дорогим руководителем республики. Я обязуюсь теперь слушать оперативки два раза и медленно. Я понимаю, что вся власть в республике Башкортостан сейчас задействована на проблему Куштау. Никакая другая тема. Сейчас власти республики не интересуют ни подготовка к зиме, ни уборка урожая. Все это, как говорится на словах, основная задача решить проблему Куштау, обеспечить комбинат с содой, а то случится страшное. Но, тем не менее, жизнь продолжается. И я хотел бы напомнить о том, что Ради Хабиров на прошлой оперативке дал поручение своему контрольному резионному управлению, видимо, не доверяя господину Беляеву, проверить, проводится ли дезинфекция в домах и подъездах в республике Башкортостан и в Уфе, опросить старших по домам и выяснить ситуацию эту, так как она есть на самом деле, а не так, как ее преподносит господин Беляев. Так вот, понимая, что сейчас властям не до этого, и, естественно, никто никого не будет опрашивать, мы сами занялись этой проблемой, попросили наших слушателей сообщить нам о том, дезинфицируются ли их подъезды, и вот вам результат. Огромный список адресов домов в Уфе, которые прислали мне, так вот, эти дома, эти адреса, эти подъезды ни разу и никогда не обрабатывались никакой санобработкой. Помимо того дома, в котором живу я и о котором я упоминал, в котором также никогда ничего не обрабатывалось никакими растворами, я сообщаю список адресов по городу Уфе. Айская 59, Ленина 72, Ленина 59, Ленина 51, Ленина 47, Ленина 43, Революционная 18-20, Революционная 16, Революционная 56, 58 и 60, Мустая Карима 67, Мустая Карима 50, Мустая Карима 45, Проспект Октября 90, Первомайская 69, Дуванский бульвар 30, Тухвата-Янаби 65-3 и еще десятки адресов, это дома, откуда жители, сами конкретно с именами и с фамилиями заявили о том, что в их домах и в их подъездах никогда не проводилась санобработка. В связи с чем у меня просьба? Ради Фаритович, не могло бы ваше волшебное контрольно-счетное, ревизионное и какое оно там управление, посчитать, сколько денег было украдено непосредственно по этим адресам в связи с этой санобработкой, как бы заплачено, а на самом деле украдено. Также посчитать еще дополнительно, сколько всего теоретически было похищено средств из вот этого вот, в общем-то, нужного мероприятия, я говорю о дезинфекции. Предположить о количестве людей, которые заразились COVID-19 в итоге, не получив вот эту санобработку подъездов. И еще у меня нижайшая просьба. Ради Фаритович, пожалуйста, после вот этого всего, не повышайте в должности Беляева, у вас ведь все работает с точностью до наоборот. Вот когда кто-нибудь обделается полностью, как вот этот Барданов ваш, его делают вице-премьером. Я понимаю, что, наверное, Борису Владимировичу расти уже некуда в должностях, но, возможно, уже пора начинать падать в этих должностях. Нас, конечно, никто не спрашивал, но так как мусорная реформа тоже в ведении господина Беляева, а нам приходят десятки роликов о том, как бедственно это все обстоит в регионах республики, в районах республики. Вот вам один ролик из Нуримановского района о том, как победным образом там совершается мусорная реформа под руководством все того же Бориса Владимировича Беляева. Когда мы и попили, начинали с помойкой в апреле этого года, 20-го, помните, я приезжала сюда, вот тут поставили, видите, у нас теперь что, домик, типа сказали, что будет сидеть человек. Где камера? Сейчас камеру посмотрим. Вот представляете, какой домик тут поставили. Это же, наверное, деньги вложили. А может, списанный какой забрали. Закрыто. Ну, что там вот? Посмотрим, что там внутри. Ну, тут что-то бечевка какая-то. Лопаты какие-то. Бомжам, да, для бомжей, походу. Вот такая вот. Вот камеру, видите, повесили. Где камера? А, вон на столбе. Вот, сейчас я приближу. Не приближает что-то у меня. Продолжают засыпать территорию дерьмом. Ничего отсюда не вывозилось и не будет, по всей видимости, вывозиться. Ой! Как было дерьмом здесь завалено все, видите? Так все и завалено. Скажите, вот что делать? Вот что? Фу! Вонь такая. Здесь скотину, что ли, еще сбрасывают? Почему воняет-то так? Уф! Все, вот это дело тут и находится. Видите? Вот это недавно свалили. Целый КамАЗ. Вывезли, свалили. Молодцы! А что не свалить-то? Молодцы! А что ты говорила? Подъезжает, короче, машина, да? Чтобы глонас отметил, да? И уезжает. Стоит пять минут и уезжает. Подъезжает, стоит минуту полторы. Гланас срабатывает, якобы. Они вывезли, чтобы начальство видел. Разворачиваться и уезжает. Вот так. Представляете? Это вот по всему поселку так. Но вот это вот, конечно... А вот это вот все дерьмище, вот это, ребят. Вот тот угол толкают в овраг. Вот, вот тот угол, правильно, вот тот угол толкают в овраг. Вот. Да, и все туда в реку. В реку, в реку по оврагу. Ну, вот я, конечно, бы там прошла, но я боюсь, что это пораню я ноги. Ну, сами видите, безобразие страшнючее. Всего вешать, они даже сами опечатку сделали. Администрация, видите, напечатала. Вывоз мусора категорически запрещается. Ну, ввоз, пожалуйста, как вы видите, вот. Вон территория вся. И это не закончится, ребят, никогда. Вон будка стоит, вон. Будка стоит бомжовая, где бомжи тут тусуются. Вон. Видите будочка? Вон она. А еще одну поставили. Это издевательство над людьми, над народом, да. Вот смотрите, мы вам поставили вот будку, да. Вот. Здесь будет сидеть человек. Вот. И он не будет вам разрешать, чтобы вы завозили сюда мусор. Ой, ну. Ну, за кого людей держат? Где они ее взяли, вот эту вот позарату? Господи. Пару недель назад в пространстве появился документ, который, честно говоря, у меня вызвал недоумение. Это обращение некого астраханского депутата Государственной Думы к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову о том, что семья Рахимовых дестабилизирует ситуацию в Республике Башкортостан. Я, честно говоря, тогда подумал, что это какой-то или фейк, или ошибка. Ну, какое дело астраханскому депутату Госдумы до старинной, старой истории с Рахимовыми в Башкирии и так далее. Но, тем не менее, депутат Государственной Думы от Астраханской области задает конкретные вопросы господину Краснову, требует разобраться в том, что Урал Рахимов из Австрии якобы финансирует какие-то совершенно там непотребные экстремистские вещи в Республике Башкортостан. А, например, Рауфа Рахимова тут, значит, содержит какой-то информационный ресурс, который без конца дестабилизирует ситуацию в той же самой Республике Башкортостан. И вот, признаться, две недели назад я как-то немножко отпустил эту историю, думаю, бред какой-то. Оказывается, нет. Ну, кроме всего прочего, стало известно, что инициатором этого письма был господин Сидякин, что тоже на тот момент было непонятно, зачем господину Сидякину вот эта вот странная буча и разрыв отношений с Рахимовыми. Однако теперь, видя вот эту историю с ваххабитами, якобы как бы ваххабитами на горе Куштау, все стоит на свои места. Мурзагулов с Сидякиным, видимо, спланировав эту акцию и переадресацию проблемы Куштау в сторону вот этих вот ваххабитов и Рахимовых, вот попытались так сделать. Ну, само по себе, конечно, письмо это смешное. Я не думаю, что Краснов будет разбираться в этом бреде всерьез. Однако, очень симптоматично то, что команда Хабирова и Хабиров решили разорвать вот этот вот зыбкий мир с Рахимовым. Напомню, что Хабиров вовсе не друг Рахимова. Напомню, что Рахимов в свое время пытался посадить Хабирова и фактически выгнал его пинками из республики Башкортостан. И вот теперь вернувшийся Хабиров установил какой-то такой вот утлый мир с семьей Рахимовых, даже попытался договориться с Рауфой, но не получилось. И, в общем, конечно, вот эта войнушка случилась. Чем закончится война между обиженным Хабировым и все помнящим Рахимовым, я не берусь предсказывать, но считаю, что это очень серьезный тактический промах со стороны Хабирова. У Хабирова практически не осталось политических сторонников внутри республики. Он скоро останется один на один со своей вот этой безумной командой, которая, как выяснилось, ничего всерьез сделать не может. И кто будет решать проблему республики? Урал Кельсинбаев со своим племянником, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Позор! 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 Че ты за хрен вы ищешь, а? Поддержку! Не п***йте! Позор! Позор! Че ты меня толкаешь? Без рук! Че ты меня толкаешь? Без рук! Пробо! Позор! Пробо! Адамакheit! Адамак! Молодец! Адамак! Молодец! Позор! Позор! Поставили! Помогай! Воды, воды, дайте ей. Воды, дайте ей, ребят, воды, воды. Поехали, 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 поехали. Это я не еду. На место, не сядьте. Откройте, блядь, остановитесь, я не еду. Я дочка. Дочку пустите. Пустите дочку, пустите. Снимай вот эта парнишка крупным планом. Здравствуйте, ребят. Хайку. Сдам алейкум. Я шагин куштал. Хайку. Хайку. Баймах. Ой, молодец, давай. Поймах там узнаем, да? Да, пикмант. Пикмант, а? Вы поглядите, бестер стоит там, а? Вы поглядите, что делаются, а? Вы поглядите, что делаются, а? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы посмотрите, это банка в маске. Почему глава Ишим Пехов этой маски? Вы куда-то не поднимаете? Вы платите. Вы платите. Почему глава Ишим Пехов? Баймах. 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 Это глава Ишим Пехов. Господа полицейские, господи. Субтитры подогнал «Симон»